Вся история и доблесть Выборга в почтовой марке. В прошлом году он был удостоен почетного звания город воинской славы. Этому событию посвятили всевозможные памятные мероприятия. На площади выборских полков в настоящее время завершается возведение стелы. Министерство связи России тоже не обошло вниманием значимое для Выборга событие. Было принято решение увековечить город еще и на почтовой марке. На торжественную церемонию спецгашения собрались представители власти, краеведы, филателисты и молодежь. Особенно дорогим гостем стал ветеран Великой Отечественной войны Владимир Соловьев. Владимир Диаминович принимал участие в церемонии вручения почетного диплома о присвоении городу звания в Кремле. Герой войны посвятил этому событию стихотворные строки. Он врагов сразил немало и на вечные года граду воинская слава президентам вручена. И как памятник победам Стелла будет здесь стоять из веков могучим эхом славой воинской блистать. Для спецгашения марки был выпущен специальный штемпель. На первых десяти конвертах свои автографы оставили участники церемонии. Депутат законодательного собрания области Светлана Шевченко, исполняющий обязанности главы городской администрации Светлана Нерушай, заместитель председателя совета депутатов Выборгского района Валерий Школдин, ветеран Великой Отечественной войны Владимир Соловьев и заместитель директора управления Федеральной почтовой службы Санкт-Петербурга и Ленинградской области Олег Машковский. Далее каждый конверт с маркой погасили спецштемпелем. Кстати, художественные марки серии «Города воинской славы» были выпущены Блоком. Вместе с Выборгом увековечены Ростов-на-Дону, Туапсе, Владикавказ, Великий Новгород и Великие Луки. Не смог пропустить церемонию и старейший филателист Выборгского района, почетный член Санкт-Петербургского объединения филателистов Вениамин Алойц. Он рассказал, что первый советский штемпель спецгашения был использован еще в августе 1922 года. Тогда было решено издать серию почтовых марок, которая имела название «Филателия детям». Самые дорогие марки – это номинал «Одна копейка». Но «Одна копейка» действительно не номинал был, а означало, что «Одна копейка» стоит 50 тысяч рублей. А «Десять копеек» – 500 тысяч рублей. Тогда были такие тарифы в 1922 году. Выборгский специальный штемпель впервые появился гораздо позже, в октябре 1957 года. Тогда в Выборге проводилась неделя письменности. Кроме того, торжественная церемония спецгашения, которую помнят многие выборжцы, прошла в 1993 по случаю празднования 700-летия города. Кстати, немногие знают, что существует также штемпель, посвященный открытию знаменитого кинофестиваля «Окно в Европу». В этот день вся выборгская корреспонденция уходит именно с таким штампом. Участники спецгашения марки «Выборг – город воинской славы» отметили торжественность и значимость события. Мы очень этим гордимся. Все жители города Выборга и, конечно, ветераны города Выборга, поскольку это их заслуга, это их достижение в том, что мы получили такое высокое звание. И благодаря подвигу именно людей, ветеранов, живущих в нашем городе. Спасибо большое отдельно почте Министерству связи, которые в такой короткий срок сумели выпустить марку с нашим замечательным городом Выборгом. В дальнейшем ожидается, что марки города воинской славы поступят в свободную продажу, но со спецгашением их можно будет приобрести только в течение двух дней. Всем желающим иметь памятные почтовые знаки стоит поторопиться. Общий тираж всего блока составляет 75 тысяч экземпляров. Вероника Когут, Станислав Субботин, Артем Антонов, Медиагруппа «Наш город». Спасибо. Продолжение следует...